Отдадим должное уважение советской технике, которая в свое время работала в Антарктиде. Порою в нечеловеческих условиях на плечи этих аппаратов ложилась ответственность за изучение новых земель, а требования к машинам были просто колоссальные. Вездеход АТТ. В 1950 году началось производство тяжелых вездеходов-тягачей в Харькове. В Антарктиду эти машины попали спустя 7 лет и успели отлично себя зарекомендовать. Эти вездеходы служили для дальних походов и были слегка модернизированы относительно гусеничных механизмов. Этот вездеход мог буксировать до 25 тонн и при этом обладал собственной грузоподъемностью до 5 тонн. Также вездеход имел двигатель в 415 лошадиных сил и мог развивать скорость до 18 км в час в заснеженной местности. Трактор ЧТЗ. Нельзя обойти стороной и гусеничный трактор ЧТЗ. Первой неудачной попыткой внедрения тракторов на работу в Антарктиде была попытка использовать там старые послевоенные сталинцы. Сталинец-80 этот трактор был не готов работать в таких условиях из-за слабого двигателя и низкой проходимости. Спустя 2 года неудачных попытках на подмогу младшему брату пришел более мощный проходимый сталинец-100А антарктический. Эта модификация трактора создавалась специально для холодных и снежных погодных условий. Двигатель был мощнее, проходимость выше, а кабина была доработана до приемлемых тепловых условий. Вездеход Харьковчанка. И пожалуй самый известный вездеход, работающий в Антарктиде. Это Харьковчанка. По названию можно понять, что производство техники происходило в Харькове. Первый такой аппарат был собран в 1958 году, и при этом он имел некую базу от знакомого нам тягача АТТ, но с усовершенствованными ходовыми показателями и доработанным кузовом. Длина вездехода была порядка чуть менее 9 метров. Двигатель вездехода по номиналу был около 520 лошадиных сил. Также вездеход получил 8 спальных мест и весьма теплую обивку кузова, что позволяло создавать пригодный для жизни температурный режим внутри. Вездеход мог буксировать на дальние расстояния прицепы с весом до 75 тонн, и при этом его постоянная скорость могла поддерживаться от 15 до 30 км в час. Харьковчанка 2. Новая доработанная версия Харьковчанки была выпущена на заводе в Харькове в 1974 году. Эта версия собрала в себе исправление всех недочетов, которые нашлись у первой версии вездехода. Так была полностью доработана жилая зона вездехода, и температура там не опускалась более чем на 3 градуса. Жилая зона также была немного увеличена и сделана под современный манер. Всего поступил заказ на создание пяти таких машин. Хоть этот список и содержит тракторы, тягачи и снегоходы, все-таки последние справились со своей снежной задачей по освоению Антарктиды гораздо лучше. Субтитры создавал DimaTorzok